хотите построить дом первый документ который вам нужен это эскизный проект владимир алексей поговорим сегодня об эскизном проекте да ну и прежде всего что это такое для чего это нужно многие заказчики считают что это просто какие-то картинки которые непонятно для чего в общем-то пытаются выполнить для них специалисты однако я хочу заметить что без эскизного проекта дальше двигаться к рабочему проектированию и к строительству дому очень сложно эскизный проект экономит ваши деньги время и нервы эскизный проект как сказал алексей выдает ведомость объемов работ и только на основании ведомость единой ведомости работ можно сравнить несколько строителей для составления эскизного проекта нужно исходно разрешительные документы в нашем случае первое что нужно сделать это градостроительный план градостроительный план можно получить на госуслугах эта процедура бесплатная ему можно получить за за 10 дней градостроительный план отвечает на все вопросы об участке что на нее можно строить норма отступа дальше какие-то ограничения высота до высота площадь застройки часто лимитируется и соответственно мы как архитектор и делаем эскизный проект на основании градостроительного плана да и технического задания вот заказчик техническое закание задание с заказчиком сейчас на экране моего принципе покажем это для это для того чтобы архитектор и заказчик потом с друг другом не спорили что я были одну комнату или или рисовали две лишних да то есть эскизный проект не появляется сразу после первых встреч с заказчиком эскизный проект подразумевает некоторые некий диалог с заказчиком в результате которого получается тот дом тот в общем-то объект который заказчик себе и представлял кстати техническое задание можно скачать по ссылке в описании к этому видео заполнение технического задания ускорит время нахождения в офисе либо в зуме либо дистанционно да и в общем-то структурирует мысли самого заказчика первый документ который мы выдаем и даже выдаем не один обычно заказчик предлагается 23 может иногда даже четыре варианта посадки дома на участок чтобы это эти варианты проработать и предложить заказчику мы очень внимательно изучаем град план а именно нормы отступов от границ участка красных линий до дороги санации участка расположение участка его геодезические геологические особенности а также строение слева справа и самое важное сейчас очень много у нас есть что площадь ограничение площади пятна застройки и на каждом участке можно построить дом занимающий в общем-то всю территорию многие хотят значит план посадки дома на участок который мы только что рассмотрели значит это является первым документом вторым является поэтажные планы если этот дом одноэтажный то это конечно всего один чертеж вот а если он имеет два и более этажей то соответственно план каждого этажа он каждого этажа он в данном случае это план первого этажа так называемый архитектурный план на котором указывается расположение различных элементов мебели для того чтобы было понятно что это все помещается также выполняется экспликация помещений где пишется название помещения его площадь и в общем-то общая площадь этажа в данном случае дом двухэтажный поэтому у нас два архитектурных плана первый этаж это в общем-то зона дневного пребывания второй этаж это спальная зона с другими подсобными помещениями также экспликации помещений но помимо архитектурных планов где мы видим мебель расстановку мебели и площади помещений выполняется также так называемые размерные планы в которых показываются общие габариты размеры помещений что подтверждается что подтверждает те площади которые заявлены в экспликациях экспликация в данном случае здесь продублировано то же самое по второму этажу уже без расстановки мебели далее у нас у всех домов имеется минимум четыре фасада все они также представлены в эскизном проекте на этих чертежах указываются различные виды отделки фасадов что в общем то также отражается в текстовой части и примечаниях вот и четыре раз два три и четыре фасада здесь представлены на фасадах также наносятся отметки высотные да здесь можно проверить этим по этому сейчас лежу не вышли мы из-за параметры которые родительного плана до диктует градостроительный план который регламентирует регламентирует высоту не более такого-то значения вот ну и следующими чертежами являются разрезы которые в общем-то характеризуют внутреннее как бы содержание высотных отметок в здании обычно это один разрез либо два разреза да ну в данном случае разрез по лестнице и как обязательно нужен разрез по лестнице для того чтобы было понятно что при подъеме не ударится ли человек головой о перекрытие под которому он про ну и мы делаем еще фотореалистичная визуализация и на этой стадии подбираем уже финишные материалы заказчики которые хотят сэкономить иногда заказывают два эскизных проектов например одноэтажный и двухэтажный многие заказчики например дают техническое задание сделайте мне дом например 11 целых восемь десятых метра для того чтобы была арматура чтобы не резать арматуру которая продается холостами именно такого размера что скажешь алексей это полный абсурд дело в том что если бы это приносило какую-то экономию то подумайте сами все бы строительство которое ведется не только в нашей стране в любой другой все вы подгоняли под размер кирпича газобетонного блока длинные холостоарматуры и неизвестно что из этого получаем коротко это это дома из 90-х когда были плиты 6 метров и все дома были 12 на 12 или 12 на 18 это архитектуры 90-х годов то же самое относится и вы мне рассчитайте дом чтобы вот было кратности блока газобетона то есть экономия какая-то но в этом случае полностью планировка летит ну да тут непонятно что мы экономим отпилить часть блока в общем то не составляет никакого труда при современном оборудовании инструментах гнаться за кратностью в общем-то длины стены кратный блоком но попробуйте сами разложить у вас это никогда не получится это не к нам дальше даже могу сказать что в половину коттеджных поселок ленинградской области вы просто не завезете арматуру 12 метрового вас заставят ее порезать и скорее всего будем завозить 6 метровую арматуру это вот больше половины коттеджных поселков при заключении договора на эскизный проект мы просим и требуем заказчика ну первое получить градоставительный план на госуслугах второе сделать геологическое исследование для того чтобы иногда даже принять решение стоит строить стоит ли строить ли на этом участке потому что геологическое исследование может быть таковым что расширает глаза на то что приобрел проще продать каща и купить в другом месте такое бывает ну и третье это дело это геодезическое исследование для того чтобы нам оценить понятие рельеф участка потому что иногда на глаз кажется что участок ровный а вот по его длине там на протяжении 20 метров может быть подъем соизмеримые там полутора метрам что является половиной высоты этажа и еще такой важный момент что может получиться так что ваш сосед находится на вашем участке да совершенно верно то есть помимо геодезии в общем-то геодезисты поворотные определяет поворотная точка поворотные точки то есть проверяют соответствие границ кадастру и тогда все в общем-то встает на нужной рельсы когда мы составляем эскизный проект в нашем эскизном проекте принимает достаточно многое количество специалистов то есть после того как мы посадим на участок и делаем планировку то мы всегда приглашаем наших инженеров для того чтобы понять расположение инженерного оборудования также трассировку также принимает участие конструктор который понимает что эти конструкции там плиты перекрытия понесут предварительную нагрузку на основании уже полученной как мы сказали в начале геологических геологических исследований да то есть уже на стадии эскизного проекта происходит оптимизация в общем-то инженерных решений по данному объекту и трассировка сетей и расположение инженерных коммуникаций и конструктивные особенности объекта но и на наших эскизных проектах уже примерно прорисован ландшафтный дизайн примерно размечены дорожки парковки и будущее строение летний летние кухни беседки это вот тот бонус который мы даем заказчику но и самый важный вопрос сколько стоит эскизный проект в интернете очень много приложений что такое эскизный проект стоит 300 рублей значит могу вам чуть сказать четко 300 рублей этот эскизный проект не может стоить 300 рублей может себе только предложить только начинающий архитектор который ну или горе архитектор который не способен родить какую-то оригинальную идею современную идею и в общем-то выполнить проект достойно это повторно применяемые проекты или типовые проекты которые перелопачиваются в общем-то перекрашиваются из красного в синий цвет или что-то вроде этого